Это подкаст Сингенты. Добрый день, с вами снова я, эксперт компании Сингента по картофелю Светлана Спеглазова. И мы продолжаем разговор о болезнях картофеля. В прошлом выпуске, даже двух выпусках, мы поговорили о фитофторозе картофеля, а темой сегодняшней станет альтернариоз. Альтернариоз картофеля вызывается грибами рода альтернария, которые порой в некоторых регионах даже вредоноснее, чем фитофтора. Альтернария, в отличие от фитофтороза, поражает только листья картофеля. На клубнях эта болезнь встречается крайне редко, но вредоносность ее, особенно в благоприятных для нее условиях, крайне велика. Вплоть до того, что ботва может погибнуть аж на 30-40%. Соответственно, будет большой недобор урожая. Как выглядит альтернария и как она отличается от фитофторы на листьях картофеля? Если у фитофторы пятна, как правило, крупные, с белым окаймлением, альтернария вызывает некроз листьев картофеля. То есть она сразу убивает живую клетку, которую поражает. Постепенно срастаясь, эти пятна превращаются в некрозы, и ботва просто высыхает. Альтернариоз считается болезнью увядающих растений. Но не потому, что он вызывает увядание, а потому что альтернария относится к сапрофитным грибам, и ей трудно поразить живой, активно растущий организм с хорошим иммунитетом. Поэтому она проявляется либо тогда, когда растения картофеля страдают от стрессов, либо когда растения находятся уже в фазе увядания. Поэтому называется болезнью увядающих растений. Грибы рода альтернария исходно являются сапрофитами, а не истинными паразитами. Поэтому в ранние фазы растения мало подвержены этой болезни. Вредоносность патогена заключается в преждевременном отмирании ботвы и снижении урожайности. И урожайность на чувствительных сортах картофеля может упасть на 50%. Болезнь присутствует во всех регионах, где выращивают картофель, но чаще всего страдают южные регионы страны, для которых характерна сухая и жаркая погода в период вегетации. Но при этом совсем сухие условия альтернарии тоже не подходят, некое количество влаги должно присутствовать. Но вот высокие температуры – это удачная среда для развития болезни. Чаще всего болезнь наблюдается в Астраханской, Волгоградской областях, в Ставропольском крае, то есть тех регионах, где погода традиционно сухая. Но в последние годы, в связи с наступлением достаточно теплых лет на Урале, то есть люди не в куртках ходят, а даже почувствовали, что такое солнышко, и уральские картофелеводы узнали, что такое альтернариоз. Когда преждевременное отмирание ботвы начинается в июле, ботва желтеет, падает. Для них это в первое время было что-то новое. Сейчас все уже знают, что это альтернария и что с ней надо бороться, включая фунгицидные обработки, препараты и против этой болезни также. Теперь давайте поговорим об источниках инфекции. По сравнению с фитофторой все здесь немного проще. Основной источник инфекции – это почва. На клубнях болезнь сохраняется крайне редко, и это скорее поверхностные повреждения клубней, нежели источник инфекции для возобновления гриба в период вегетации. Первый разлет спор начинается вместе со всходами картофеля. Примерно к периоду бутонизации спор уже накапливается достаточное количество, и на чувствительных сортах, на нижних листьях мы можем видеть эти симптомы. Далее, в зависимости от погоды, происходит нарастание инфекционной нагрузки, а споры разлетаются и захватывают все новые и новые поля. Если стрессовый период, то есть сухая жаркая погода продолжается достаточно долго, то поля могут заболеть в значительной степени. Наличие полива, например, позволяет эту болезнь контролировать в достаточно сильной степени, но тем не менее противоальтернариозные препараты все-таки рекомендуется включать в защиту даже на поливных полях. Также фактором, способствующим поражению картофеля альтернарией, является обработка гербицидами. Да-да, такие процессы, вроде бы не связанные на первый взгляд, очень сильно зависят друг от друга. Дело в том, что часть гербицидов, которые применяются по вегетации картофеля, воздействуют на фотосинтез, то есть фактически немножко состаривают картофель, и он раньше начинает терять иммунитет и входить в вот эту самую фазу увядания. В этом случае и альтернария, и многие другие болезни, такие как контракнос или бактериозы, проявляются гораздо раньше, чем это было бы на картофель, на котором была применена более мягкая схема гербицидной защиты. Как же контролировать эту болезнь? Перейдем к стратегии защиты от альтернариоза. Согласно классическим исследованиям, которые были проведены, конечно, уже достаточно давно, поэтому многое поменялось, обработки против альтернариоза можно начинать где-то при 1% зараженности ботвы. Однако с момента публикации многое поменялось. Во-первых, сорта немножко изменились. Некоторые сорта в угоду хозяйственно значимым признакам стали менее устойчивы к альтернариозу. Второй момент. Средства защиты стали совершеннее. То есть можно контролировать болезнь, не допуская даже того самого 1%. Многие производители хотят видеть абсолютно чистые листья растений. Внимание! Информация важная. Если мы говорим о защите от альтернарии, это чаще всего другие фунгициды, не те, которые применяются против фитофтороза. Потому что фитофтороз – это, как мы помним, оумицет, альтернария – это истинный гриб. Существует достаточно большой спектр препаратов для защиты от альтернариоза. Главное – их правильно выставить в системе. То есть здесь даже надо не переборщить с защитой. Потому что по классической стратегии на одну обработку от альтернарии приходится примерно 2 обработки от фитофторы. Это связано с биологией патогена. Как мы помним, у фитофторы инкубационный период, то есть от момента заражения до момента проявления симптомов, составляет примерно 6 дней. А у альтернарии этот же период составляет 14 дней. Соответственно, и длительность работы фунгицидов против альтернарии несколько другая. Классический пример препарата, представляющего защиту одновременно от фитофторы и альтернарии – это ревустоп, где одно вещество мандипропамид отвечает за контроль фитофторы, а дифиноконазол отвечает за контроль альтернарии. Но чаще всего препараты для фитофторы и альтернарии – это разные, за исключением может быть некоторых контактных препаратов, которые действуют на многие группы грибов, такие как Браво или Манкоцеп. Поэтому стратегия защиты от альтернарии строится следующим образом. Для начала надо проконтролировать ту самую первичную инфекцию. То есть обработка, например, препаратом Ридамил Гол, содержащим Манкоцеп в период бутонизации, когда начинается массовый разлет спор альтернарии, сдержит первичную инфекцию. Далее в систему защиты включаются уже более серьезные препараты, такие как Скор или Миравис. Их можно применять в баковых смесях с препаратами против альтернарии, а можно применять отдельно, если опасность развития альтернариоза превышает, например, опасность развития фитофтороза. Современные прогностические системы, основанные на анализе метеоданных, позволяют спрогнозировать погоду на ближайшее время и выбрать соответствующую стратегию защиты. Таким образом, альтернариоз является достаточно значимой болезнью на картофеле. В следующем выпуске мы поговорим о болезни, которая также будоражит умы картофелеводов, об антракнозе. С вами была Светлана Спеглазова, технический эксперт по картофелю. До новых встреч в эфире.